Встреча с Морозом 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 В антирейтинге снова упоминается Ульяновск и Димитровград Как известно, преступность питается из многих источников И один из них общая социально-экономическая ситуация В долгожданную развязку он наконец-то получил интригу с назначением нового правительства Теперь его очертания стали известны Председателем правительства, вы уже наверное слышали, рекомендован к утверждению Александр Александрович Смекалин Во-первых, заместители, они не новички в команде Это Тюрин и Оба Екатерина Владимировна будет отвечать за развитие человеческого потенциала Здесь все понятно То есть весь вот этот Даже не только социальный А вообще в целом, так сказать Все, что связано еще с развитием человеческого потенциала Комплекс вопросов Курированных министерств Она и так уже, в общем-то, работает Ей доставляет огромное удовольствие выполнять эту работу Поэтому здесь вопросов никаких нет Андрей Сергеевич Тюрин Назначается первым заместителем председателя правительства Куратором реального сектора экономики То есть вот той Того очень важного направления Которое нас всех с вами содержит и корпит Я веду разговор и о агропромышленном комплексе О природных ископаемых О экологии О промышленности О строительстве О ЖКХ Ну и так далее, и так далее Поэтому я сейчас говорю Вот два первых заместителя Есть два заместителя председателя правительства По которым мы тоже определились Это Асмус Олег Владимирович И Мурдасов Татьяна Геродина На своих постах останутся Павел Дегтярь, Екатерина Пуцкая и Алмаз Хаким Ведомство Министерства финансов передают вопросы развития экономики Знакомым многим жителям области Дмитрий Вавилин Которым предстоит возглавить Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорт Безусловными новичками в правительстве станут министр образования и науки Раиза Гедульн И глава аграрного ведомства Михаил Семенкин С остальными назначениями пока нет ясности Можно сказать, что именно этой команде предстоит осуществлять проект модернизации области Как и прогнозировалось в самом начале года, динамика показателей социально-экономических Она будет такая, что мы начнем год не с очень хороших показателей, а дальше будем наращивать Это изначально нами понималось в начале года, потому что прошлый год именно мы как бы так двигались И некоторые сложности в экономике в связи с кризисом подразумевали именно такую тенденцию Действительно так и происходит Мы сегодня имеем по ключевым показателям достаточно неплохие результаты, которые с начала года явно улучшились Но еще проблема у нас немерена, до конца года есть все возможности их все-таки в конце концов разрешить Задача стоит огромная Экономические условия в мире и стране не предвещают ничего хорошего Но одновременно с тем это и возможно совершить рывок развития Будущий премьер-министр региона Александр Смекалин рассказал о своем виде экономической модернизации области Основной упор будет сделан на инновационные технологии и формирование авиационно-ядерного кластера Последний позволит создать Ульяновско-Демитровградскую агломерацию Центр развития и нового кластера Технокампус 2.0, как мы его называем на сегодняшний день Становится центром Ульяновско-Демитровградской агломерации Который позволяет нам объединить потенциал и города Демитровграда, и города Ульяновска И потенциал региональной промышленности зоны завожи И единственной в Российской Федерации особой экономической зоны аэропортового типа Который развивается на базе аэропорта Ульяновско-Восточный Таким образом мы в одной точке сможем сконцентрировать С одной стороны научно-исследовательские центры С другой стороны мы сможем развивать малые предприятия в сфере инноваций И третьим мы сможем их максимально приблизить к потребителям этих технологий Амбициозный проект рассчитан на несколько ближайших лет И важно эти годы не потерять впустую Если мы сейчас не совершим такой же смелый и одновременно грандиозный шаг вперед То мы будем находиться под угрозой Угрозой остановки не только своего развития, а значит и повышения благосостояния людей Угрозой остаться на обочине тех процессов, которые происходят в мире Не будут забыты и традиционные отрасли промышленности Близится к завершению разработка стратегии форсированного индустриально-инновационного развития области Программа направлена на проведение новой индустриализации в регионе Рассчитана на 10 лет Новая промышленность – это новые рабочие места Ситуацию на рынке занятости населения губернатор отслеживает в еженедельном режиме На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет 0,52% Или это второе место в ПФО Численность безработных граждан за прошедшую неделю уменьшилась на 18 человек На сегодняшний день составляет 3475 человек Количество вакансий за прошедшую неделю увеличилось на 8 единиц И сегодня в банке вакансий 8840 вакансий И в заключении приятная вещь для всех жителей области Как рассказал Денис Герасимов, на сегодняшний день в регионе отсутствует задолженность по выплате заработной платы Хочется надеяться, что такой ситуации останется и впредь Егор Титов, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды Денис Герасимов, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды Денис Герасимов, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды